В это сложно поверить, но более 30 лет Лидия Романовна проработала на металлургическом производстве с талеваром-литейщиком. Участвовала в восстановлении Кривого Рога после окончания Второй мировой войны. На ее глазах и при ее участии город поднялся из руин и приобрел свой нынешний внешний вид. Секретом долголетия считает активный образ жизни и всегда хорошее настроение при любых условиях. Просто я не беру ничего близко к сердцу. В свои 82 она продолжает работать, ведь на полторы тысячи гривен пенсии трудно прожить. По возможности помогает соседям, а еще занимается рукоделием и вокалом. Без народных песен не может прожить и дня. Кто нас в церкви не венчал, а вся душа горит в огне, Зачем казаку степ умчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда в Дону коня поил? Зачем чубатой красотой казачки сердце покорил? Соседи души не чают в Лидии Романовне. Говорят, многие их знакомые завидуют белой завистью, что такой человек живет рядом с ними. Она для них больше, чем просто соседка. Золотая у меня соседка. Всегда мне поможет. Всегда мне, что надо, спросит. Что тебе принести? Я болею, ноги болят. Принеси мне все, все спроси. У меня еще собачка тут недалеко на даче. Свой позитив и положительные эмоции женщина дарит окружающим людям. Всегда находит нужные слова для тех, кто в этом нуждается. При необходимости поможет не только словом, но и делом. Лида Романовна у нас еще и спортсмен. Она ходит на гимнастику, в локомотив, в сауну и в бассейн. Плюс она поет в ансамбле «Ридна песня». Она приходит в совет ветеранов просто поговорить с ветеранами, которые чем-то угнетенные, чем-то обиженные. И что такое председатель говорит? Это одно, это как бы официальное лицо. А вот когда говорит Лида Романовна, это совсем другое. Желаем долгожительнице и дальше не терять бодрость духа и с улыбкой идти по жизни. Поздравляют всех представительниц прекрасного пола Александра Фефилатев, Дмитрий Микрюков и весь Первый городской.